Клещам от людей нужна только кровь. Пьют ее самки в качестве запаса питательных веществ для размножения. Какой опасности не предоставляют для людей, выяснил наш корреспондент. Существует два вида клещей. Таежный клещ является переносчиком клещевого энцефалита. Это очень опасная болезнь, которая в первую очередь поражает нервную систему. Есть те люди, которые работают в местах, где вот эти клещи таежные и, значит, есть случаи энцефалита, они в лес, значит, их, ну, это геологи, там, биологи или еще кто-то, разведка какая-то, вот, геолого-разведочная, они обязательно делают три вещи. Второй вид клещей собачий, который является переносчиком клещевого боррелиоза или по-другому болезни лайма. По своей значимости клещевой боррелиоз менее опасный, чем энцефалит. Но все же, по словам Николая Шулаева, пренебрегать походом к врачу нежелательно. Стоит отметить, что клещи не поднимаются на растения выше 50-60 сантиметров, поэтому заползают на людей, а не именно с земли. Дальше уже начинают ползти быстренько к коже, чтобы присосаться. Любят они места с тонкой кожей. Это в паху, значит, за ушами, на голове. Вот это вот как раз наиболее такие вот частые места. Ну и вот как раз самое распространенное, как они в пах попадают. Под штанину заползают, дальше ползут туда и находят место с тонкой кожей и присасываются. Обычно на следующий день человек сразу начинает чувствовать, что на нем кто-то есть, потому что пораженный участок начинает воспаляться. На месте укуса появляется красное, сверху белое и опять красное пятно, говорит Николай Шулаев. Он также рассказал о том, как обезопасить себя от мелких паразитов. Во-первых, смотрите, есть, конечно же, препараты, которыми обрызгивают одежду. Вот они действительно помогают и клещей на человека, значит, не срезают. Вот, но самый простой вариант, если препаратов никаких нет. Во-первых, значит, есть специальные противорицефалитные костюмы. Это штаны внизу на резинках, значит, рукава тоже на резинках, они без пуговиц, на молниях, либо надеваются как мешок. Вот, значит, куртка заправляется в штаны, штаны завязываются на веревку, чтобы, в общем-то, и есть капюшон, чтобы, в общем-то, они были только на одежде. И, конечно, важен личный осмотр после прогулок в лесу. Но если к вам все-таки присосался клещ, то не спешите вырывать его. Лучше обратитесь к врачу, предупреждает Николай Шулаев. Энджи Минибаева, Универ Ньюс.